Бесплатные вебинары для руководителей. Эксперты по построению бизнеса расскажут. Новые сценарии онлайн-продаж. Современные возможности интернет-маркетинга. Как продавать в соцсетях и мессенджерах. Как контролировать сотрудников на удаленке. И как организовать онлайн-офис. Делайте бизнес прибыльным для себя и надежным для своего клиента. Друзья, доброго дня. Приветствую всех на вебинаре. Мы немножко начали знакомиться в чате, но на всякий случай продолжим. Меня зовут Михаил Беляев. Я руковожу офисом 1SBITREX в Санкт-Петербурге. И сегодня мы с вами говорим про 5 способов и 5 проверенных способов, откуда мы достаем клиентов. Так, давайте немножко проверим звук и свет. Есть ли у вас, друзья, картинка и хорошо ли меня слышно. Потому что у меня противоречивые данные. Да, вижу плюсы. Хорошо слышно, хорошо видно. Это прекрасно. Ну, отлично. Тогда я немножко начну с регламента. Что мы сегодня будем делать, о чем мы будем говорить. Непосредственно дальше перейдем уже к контенту, который мы сегодня заявляли. Итак, сегодня мы говорим про 5 проверенных способов. Как мы это делаем? Мы на площадке Webinar.ru с вами. Чат вы уже освоили. Это прекрасно и здорово. Если у вас подвисает картинка или что-то со звуком происходит, то самый простой способ обновить страничку обычно это помогает. Если не помогает, ну, тогда можно попробовать написать в чат. Мы будем смотреть, если сигналы массовые, то что-то придумаем. Если нет, то, скорее всего, обновление страницы или браузер Chrome. По опыту Chrome Firefox подходит лучше всего для этого. Так, мы сегодня будем показывать презентацию. И она тоже должна у вас отображаться, тоже должно быть без задержек. Что делать с чатом? Чат у нас есть для... Вот теперь полтора часа мы общаемся. Уже не про погоду, уже про наш контент. Можно бросать в чат вопросы к спикерам. Мы будем подсматривать одним глазом в чатик. И если не по ходу отвечать презентации на вопросы, то в конце будем оставлять время для того, чтобы на вопросы ответить. И второй момент. У нас в чате есть партнеры компании «Гиннез Битрикс», которые отлично знают продукт «Битрикс24». И любые вопросы касательно продукта, даже если они не совсем по теме сегодняшнего вебинара, можно принести прямо сюда. Коллеги ответят на них в тексте. Можете поменяться несколькими фразами. Если одной фразы хватит, то тоже отлично. По регламенту у нас с вами полтора часа. Мы в это время успеваем разделить вебинар на две части. На первую контентную, которая посвящена больше клиентам, каналам и как в этих каналах работать, что там происходит, как затащить клиента к себе. И вторая часть, которая будет посвящена как раз CRM-системе «Гиннез Битрикс24», каким образом клиентов взять к себе и оставить их не только на одну сделку возможную, как их вести по этой сделке, но и на дальнейшую. Поговорим про эту часть. Она будет во второй. Итак, друзья, наверное, вот в целом все. Наверное, про запись еще скажу. Частый вопрос. Запись у нас будет. Мы, как только она сконвертируется, по тем же самым электронным почтам, которые вы оставляли при регистрации, отправим по электронным адресам ссылку на запись. Все, наверное, будет окей. Чат для вопросов. Здесь мы. Я сегодня не один, и я обещал представить спикера, который будет вместе со мной. Мы сегодня рассказываем про каналы и привлечение каналов с экспертом и с компанией Ашманов партнеры, с Марией Дубасовой. Марина, Мария, прошу прощения, выходите в эфир. Мы будем вдвоем, и первую часть как раз на себя героически Мария возьмет. Так. Да, друзья, всем привет. Добрый день. Да, привет. Друзья, тоже немножко дайте обратной связи. Я хорошо, Марию, слышу. Как у вас? Да, напишите, пожалуйста, в чат, как меня слышно, видно. Надеюсь, что все в порядке. Так, отлично. Да, вижу, что все отлично. Так, мы будем вместе с презентацией. Я такую презентацию на экран вывожу. Так, это не презентация совершенно. Вот теперь презентация. Значит, это пять проверенных способов, и мы движемся по этой картинке. Я пока буду недалеко, а потом, скорее всего, пропаду. Но я здесь. Окей. Михаил, тогда начинаем, правильно? Да. Да. Михаил, спасибо, что представил, спасибо, что пригласили нас. Собственно, я сегодня представляю компанию «Ашманов и партнеры». «Ашманов и партнеры» — это компания, которая занимается консалтингом в области интернет-маркетинга. Что мы делаем конкретно? То есть мы пишем стратегии для компании о том, какие каналы, какие инструменты использовать для того, чтобы привлекать клиентов. Да, это может быть контекст, это может быть SEO-продвижение. И я, собственно, специализируюсь именно на SEO-продвижение, на юзабилити-анализы сайтов. Но сегодня расскажу вам как раз-таки по теме, а как же действительно нам привлекать этих клиентов. Да, у нас есть пять способов, которые мы приготовили. И если говорить по тезисам, собственно, расскажу, какие основные виды рекламных каналов вообще бывают. Да, вы можете в чате мне писать, как раз поддерживать диалог, если кто-то о них уже знает. Да, мы их обсудим. Мы посмотрим, как же анализировать эффективность этих рекламных инструментов. И здесь затронем сегодня такую интересную тему, как Customer Journey Map. Это, по сути, карта пользователя, карта клиента в рамках вашей компании, взаимодействия с ней. Я чуть позже про нее подробно расскажу. И, соответственно, плюсы и минусы этих рекламных каналов. То есть какой канал нам с вами сейчас выгодно подключить здесь сейчас очень быстро, а какой канал у нас будет, например, самым дешевым, и нам его выгодно использовать. Вот, собственно, по данным тезисам с вами пройдемся. Вопросы сразу пишите в чат. Если будут возникать, я постараюсь параллельно отвечать. Если что, Михаил будет их просто произносить слух, если я не замечу. Вот. Начнем, собственно, с видов рекламных каналов. Какие у нас, в принципе, виды рекламных каналов бывают? Да, то есть затронем так достаточно. В общем, их достаточно много. Это контекстная реклама, это таргетированная реклама, да, дальше буду говорить таргет, email-рассылки, да, email-маркетинг, SEO-продвижение, медийная реклама, далее медийка, и SMM, да, то есть работа с социальными сетями. Инструментов достаточно много, их обширный пул, и здесь нужно нам с вами понимать, а за что браться, да. То есть если мы начинающие предприниматели, если у нас есть бизнес, с которым нужно начать работать, вот куда же нам с вами пойти, да, условно. И здесь мы как раз-таки подразделяем данные инструменты на типы платного трафика и условно-бесплатного трафика. И сейчас мы рассмотрим конкретно платный трафик. Это контекстная реклама, таргетированная реклама и медийная реклама. Что значит платный трафик? Это значит, что мы с вами, как владельцы бизнеса, как руководители, платим за каждое посещение нашего сайта, да, за клики, за показы, и так далее. Модели работы, они есть разные. И вот, собственно, данные инструменты, они нам помогают охватить аудиторию, да, в медийке это может быть не особо целевая аудитория, да, аудитория с большим охватом, а в контексте и в таргете мы можем брать гораздо уже, да. Здесь я также расскажу. Если говорить о контекстной рекламе, начну прям с азов, что такое контекстная реклама, да, это первые позиции в поисковой строке, когда мы с вами вбиваем запрос, например, купить телефон Samsung, здесь я вывела на слайде, мы с вами увидим, например, здесь маркет Яндекса, да, и с серым незаметным шрифтом будет указано, что это плашка рекламы, да, это значит, что данный сайт платит за размещение на первой позиции поисковой выдачи именно в блоке платного размещения, да, то есть контекстной рекламы. Что нужно сделать, чтобы попасть в данный блок? То есть мы собираем с вами ядро тех запросов, которые мы хотим продвигать, да, и согласно данному ядру настраиваем рекламную кампанию, как в Гугле, так и в Яндексе, да. Вот здесь как раз-таки можете увидеть, очень отличный пример подобрала. Если вы посмотрите, у нас в блоке контекстной рекламы в Яндексе в выдаче заказ мебель.нет, третий пункт, да, по запросу купить телефон Samsung. О чем это говорит? О том, что очень неграмотный специалист настраивал данную рекламу, да, это так случайно вышло, что я нашла, но вот интересный кейс. Рекламу нужно настраивать всегда качественно. Какие плюсы, какие минусы у данного инструмента, да? Контекстная реклама работает только с существующим спросом. То есть что я здесь имею в виду? Если у вас тематика бизнеса какая-то уникальная или особенная, условно, есть просто патчи для глаз, а недавно я общалась с компанией, которая производит супер уникальные патчи для глаз, как косметологическая процедура с иголками. Вот, собственно, такое в поисковой системе при запросе патчи для глаз не спрашивают, чтобы их купить, да, поэтому здесь продать нам вряд ли получится. И вот здесь нужно работать именно с тем спросом, который уже есть. Например, я хочу купить кроссовки, я иду в поисковую систему покупать кроссовки Nike. Давайте покажем наш сайт по данному запросу, да? То есть здесь мы получим целевого клиента и целевой клик на наш сайт. Дальше уже дело конверсии, это чтобы товар был в наличии, чтобы его быстро доставили и так далее, да? И, собственно, из минусов это конкурентная тематика, да? То есть здесь что важно понимать? Что даже вот в e-commerce в любом взять, те же самые кроссовки, да, вообще любой ритейл, здесь что важно? Очень конкурентная тематика, как я вам показывала, это и Озон, и Яндекс.Маркет, да, то есть топ-выдача, они занимают в контексте, и здесь очень важно контролировать вот этот момент, потому что стоимость льда, она может быть достаточно высокой, ну и просто очень-очень много денег мы можем, конечно, на контекстную рекламу тратить. Но, очевидно, фидбэк, возврат от этой контекстной рекламы мы будем получать уже в ближайшее время, да, то есть мы запускаем рекламную кампанию, и, собственно, в ближайшие часы уже сможем увидеть какую-либо статистику по данной кампании, да, в отличие, например, от органического продвижения. Про него сейчас тоже расскажу. Касаемо таргетированной рекламы, да, таргетированная реклама, что это такое, чем отличается от контекста? В контексте мы с вами знаем о пользователе примерно одно, что он хочет купить кроссовки Nike. В таргете все гораздо интереснее. Здесь мы можем подобрать пользователей, целевую аудиторию, которой будет показываться данное объявление таким образом, чтобы она уже, возможно, знала наш бренд, подписывалась на наши паблики, интересовалась какими-то нашими продуктами. Мы можем выбрать демографические признаки, социальные, да. Мы же с вами, когда регистрируемся в соцсетях, мы указываем огромный пул данных, да, то есть это и возраст, и интересы, и место работы, образование и так далее, да, и все эти данные мы можем использовать в показе данных объявлений. Здесь я их как раз представила. Они могут быть как имиджевыми, так и продающими, да, но нам важно с вами формировать объявления именно по продающей составляющей. Из-за плюсов, минусов и особенностей, да, что важно отметить в данном инструменте, работаем также с формированием спроса, да, то есть это не этап покупки. Здесь не получится показать одно объявление человеку, который уже принял решение купить кроссовки Nike, изменить его решение в нашу сторону с вами, например, да, купи, пожалуйста, другие кроссовки. Здесь таргетировать нужно на этапе формирования спроса, да, то есть когда я только интересуюсь, когда я ищу какие-то решения для себя, когда я рассматриваю сайты, да, это очевидно вот то, что нужно делать. Из плюсов, конечно, это быстрый эффект, да, то, что мы получим фидбэк. И касаемо настройки по целевой аудитории, здесь неоспоримый плюс того, что мы много знаем о том пользователе, которому мы что-либо показываем. Если говорить о медийной рекламе, да, это третий тип платного трафика, этот инструмент позволяет нам показывать объявления. Вы их все видите, когда заходите на какие-либо сайты справа, слева, неважно, в поисковой строке Яндекса, когда заходите что-то вбивать, вы видите бандеры большие либо бегущую строку. Это все медийная реклама. Медийная реклама также рассчитана на работу с формированием спроса. То есть этот инструмент, он отлично работает, когда мы с вами хотим пользователю показать и рассказать о нашем продукте, да, то есть когда он еще не принял решение о покупке. Здесь уже также медийка будет работать достаточно второстепенно, то есть больше как напоминание, имиджевая составляющая. Из плюсов, очевидно, это большой охват, то есть медийная реклама, она показывается по достаточно широкой целевой аудитории. И здесь, конечно же, стоимость клика, она дешевле, в отличие, например, от той же контекстной рекламы, от таргетированной рекламы, да. Но всему проблема большие бюджеты, потому что бьем мы их на очень обширную целевую аудиторию, и здесь надо полагать, что ресурсы должны быть достаточно значительные в плане финансов. Если говорить о дополнительных инструментах привлечения трафика, да, которые у нас, в принципе, существуют, это SEO-продвижение, да. SEO-продвижение – это поисковая оптимизация сайта таким образом, чтобы он у нас с вами находился. Вот первая позиция, вы видите, это рекламная позиция, да, там также у Яндекса написано бледным серым шрифтом о том, что это реклама. И, собственно, ниже мы видим сайты, которые поисковик оценивает как релевантные данному запросу. То есть купить телефон Samsung, он отображает нам флагманский сайт samsung.com, да, далее маркет Яндекса, различные агрегаторы, маркетплейсы, сайты, с которыми мы будем с вами в выдаче конкурировать, если наш сайт будем продвигать. Очевидно, что по данному запросу конкуренция будет достаточно сильная. Здесь надо в зависимости от каждой тематики анализировать, насколько нам нужно вкладываться в данный канал. Для новых сайтов, да, минимум год, то есть мы на SEO-продвижение закладываем. Зачем в это вкладываться тогда, если год нужно ждать какого-то фидбэка для, окей, давайте возьмем полгода для тех сайтов, у которых уже есть какая-то текущая ситуация, да, по оптимизации с точки зрения технических параметров, с точки зрения коммерческих параметров, да. Но складываться нужно за тем, что когда у нас с вами по какой-то причине закончится тот же бюджетный контекст, да, то есть случится, про пандемию не будем говорить, там, ну, условно, проблемы бизнеса или рекламные кампании отрабатываются некорректно, мы их просто не можем понять, да, потому что с ними дальше делать, мы принимаем решение выключить. Что же нам делать в таком случае, когда мы выключаем платный трафик? У нас будут работать вот эти органические позиции, вот эти вторая, третья, четвертая и так далее, в каждой тематике по-разному, да, в зависимости от рекламных позиций, в Яндексе их обычно много. Собственно, этот условно-бесплатный трафик к нам все равно будет приходить. Даже если мы сократим бюджетное SEO-продвижение, какое-то время ситуация будет падать, но будет она падать постепенно, в отличие от того, если мы с вами выключим контекст, и трафик прекратит к нам идти совсем, да, то есть здесь тоже это нужно понимать. Касаемо плюсов, минусов, опять же, особенностей канала, из минусов очевидно, это долго, да, то есть здесь надо зафиксировать, что долго, и, конечно, ничего не понятно, потому что Яндекс нам говорит, делайте сайты лучше, а что конкретно с нами делать, не говорит. Поэтому SEO-шники сейчас трудятся над тем, чтобы сайты были удобны с точки зрения конверсии, с точки зрения дальнейшей продажи, да, потому что Яндекс, он давно не смотрит на позиции, на трафик, он смотрит именно, совершил ли пользователь целевое действие, точнее, продажу в e-commerce, например, на сайте, да, покупку, точнее, на сайте или нет. И согласно этому уже ранжируют сайт. Поэтому здесь нужно работать и работать достаточно много. Но из плюсов, очевидно, это вот условно-бесплатно, да, нужно понимать. Касаемо SMM, еще один канал, который круто отрабатывает с точки зрения имиджевой составляющей и коммерческой составляющей. Есть два разных у нас сегмента, да, типа объявлений. И, собственно, здесь я представила как раз-таки таких достаточно крупных блогеров. Эти блогеры могут размещать как нативные публикации, то есть это рекламная публикация, но она не кричит нам о том, что мы хотим продать вам здесь и сейчас условно этот букет цветов, как делает Ирена Понарошку, да, хотя это достаточно, в принципе, ну, выглядит как будто бы не специально. Но вот у второго блогера, если мы посмотрим, да, у нее есть конкретный оффер для аудитории. Это розыгрыш подарков, да. Это видно, что построена публикация, и здесь такие триггеры, они заставляют пользователей переходить на ваш сайт, участвовать в активностях, вводить промокоды, да, то есть такую аудиторию мы сможем отследить. И эффективность каждого блогера мы также сможем отследить. И особенно интересны нам, как бизнесу, микроинфлюенсеры и небольшие, да, локальные блогеры, у которых своя доверяющая аудитория, она всегда более активная, так говорит нам статистика. И, собственно, у таких блогеров гораздо меньше бюджета на размещение публикаций, да, и возможность получить фидбэк с этих публикаций. И здесь, конечно, я показываю о том, что необходимо ввести свои корпоративные аккаунты, да, рассказывать в соцсетях. Особенно это касается ребят, которые здесь сегодня представляют e-commerce в плане одежды, да, Инстаграм вообще просто рвет все позиции, одежда, обувь и так далее, да. Здесь еще, конечно, не затронуты маркетплейсы, но это вообще другая тема вебинара. Но вот важно в Инстаграме присутствовать. Касаемо плюсов и минусов, да, данного канала. Опять же, возможность работы с текущей базой, возможность работы с новыми клиентами, да, но текущая база нам будет давать повторные покупки, если мы постоянно будем видим и напоминать. Потому что я в социальных сетях, и вы наверняка отдыхаете, да, общаетесь с друзьями, и вы, ну, в принципе, не идете решать какую-то проблему, как, например, вы делаете это в поиске, да, в поиске вы выбиваете конкретный запрос, вы пришли решить задачу, вам нужно увидеть быстрее и быстрее тот самый нужный сайт, который быстрее ускорит решение проблемы. Вот в социальных сетях работает немного по-другому, и здесь, конечно, это очень круто. Но вот результат из минусов, да, предсказать достаточно сложно. То есть мы можем не знать, как поведет себя тот или иной оффер, да, тот или иной промокод, например, который мы разместим у блогера. Мы можем не знать сетку других блогеров, да, вот тоже может быть упущение. Другие бренды могут зайти к ним с более выгодным оффером, и здесь, конечно, может случиться такая небольшая проблемка, да. Поэтому нужно обязательно следить за медиапланом, смотреть, что делают конкуренты, изучать всех, и на основании этого уже строить дальнейшие действия. Касаемо email-маркетинга, за финалем наш обзор инструментов, это тот канал, к которому часто относятся скептически. Но вот мы всячески по своей аналитике и работе с данными наших клиентов видим, что email-маркетинг позволяет нам хорошо работать и продавать уже на повтор, да, то есть это не первая покупка, а, собственно, вторичные продажи. И здесь уже идет работа на LTV, потому что на жизнь дальнейшую клиента, да, если говорить по-русски, собственно. Что делает email? Мы можем влиять на пользователя с точки зрения имиджа, да, то есть напоминать о себе постоянно и говорить, вот, прочитай нашу интересную статью, посмотри такой-то материал, либо отправлять рассылки с точки зрения коммерции, да. Это вот, как я показала на слайде, оффер L'Etoile, например, да, кричащий заголовок о том, что скидка, еще и распродажа закрытая, здорово. Наверное, я такой уникальный повторный пользователь, да, уже, который есть в базе, и этот оффер только для меня. Естественно, это триггерит меня воспользоваться приложением, да. Опять же, нужно смотреть статистику, потому насколько этот канал популярен конкретно у вас, потому что, ну, не у всех открытие писем происходит, и происходит оно не так часто, но в зависимости от канала нужно изучать, да, и, опять же, тематики, потому что вот с точки зрения Циана, здесь я разместила примеры, это больше имиджевая составляющая, да, информационная. Естественно, покупка недвижимости или аренда недвижимости – это небыстрый выбор, поэтому им всячески нужно о себе напоминать, и вот в том числе email-рассылки – это тот канал, который помогает это делать. И, собственно, здесь, конечно, у нас возникает вопрос. Как вы считаете, какой канал у нас сработает быстрее всего, вот в плане покупки? Как вы думаете? Можете прямо в чатик писать, не стесняться. Так, пишут контекст, контекст, смм. На самом деле, для того, чтобы это понять, я здесь такую, приготовила карту, естественно, эта карта у нас выглядит не так, карта сокровищ, все гораздо сложнее на практике. Кастомер Johnny Map, да, это такая штука, которую сейчас составляют все компании. В последние годы ее очень часто обращаются ко мне и к нам в компанию в том числе. Что эта карта нам позволяет узнать? А на каком этапе пользователь, который приходит на ваш сайт, или клиент, который обращается к вам в компанию, да, если это какая-то больше оффлайн-история или интегрированные каналы, да, вместе, как он взаимодействует, с помощью каких каналов, да, и здесь у каждой компании должна быть своя статистика на этот счет. Все... да, спасибо за поправку, это опечатка. Вижу, Джорни. Собственно, если мы с вами посмотрим... Сейчас я вернусь на слайд. Если мы с вами посмотрим, как выглядят CGM-ки, то это обычно огромные-огромные карты, над которыми работают маркетологи, над которыми работают большие команды аналитиков, да, и здесь анализируются процессы того, как часто пользователь и на каких этапах он взаимодействует. Здесь представлен контекст того, насколько вообще реально в компании купить смартфон мужу в подарок, да, и здесь анализируется конкретный кейс. А таких целевых аудиторий разное-разное множество, да, поэтому важно знать каждого своего клиента в лицо, да, уметь его определять и подстраивать те каналы, которые с ним взаимодействуют постоянно. Собственно, что нужно нам с вами знать сейчас, когда у нас есть этап покупки, и когда вот нам нужно с вами отработать конкретно эту историю. На этапе покупки мы с вами рассмотрим сегодня SEO-продвижение, контекстную рекламу и таргетированную рекламу. Это те инструменты, которые нам помогут отработать этот трафик, который уже хочет покупать. Но здесь нужно не забывать о том, что существует еще много этапов, которые здесь не описаны, да, помимо формирования потребностей у пользователя, у аудитории и повторных продаж. Это поиск решений, да, это обработка возражений и так далее. Собственно, все эти этапы нужно рассматривать достаточно индивидуально в контексте каждого бизнеса. Но вот если говорить о покупке, то, конечно, это то, что нам интересно с вами сегодня. Здесь мы будем обсуждать именно те инструменты. Контекстная реклама отрабатывает на примере того, что вот я Маша, я уже люблю бренд Samsung, да, условно хочу телефон этой марки, и я уже иду в поиск с конкретным запросом, да, то есть у меня уже есть сформированная потребность. И, конечно, наша с вами задача как бизнеса – быть в поиске максимально видимыми по данному запросу, да, и здесь нам помогает контекст, если мы до этого не занимались условно-поисковой оптимизацией сайта, да, если у нас есть прекрасно настроенная рекламная кампания, она нам поможет данный трафик себе на сайт забрать. Собственно, что делать, если, например, что делать, если, например, если я не знаю конкретно модели телефона, да, то есть я хочу выбрать, я пишу самый-самый обычный запрос – купить телефон Samsung. Вот здесь нам нужно с вами как бизнесу понимать, а у нас вообще есть в наличии любая из моделей, которую потенциально захочет данный пользователь, да, возможно, это не тот трафик, который нам нужно рассматривать, и здесь мы с вами можем учитывать запросы, которые будут касаться уже моделей телефона, конкретных характеристик, цвета, да, то есть более-более-более низкочастотные запросы, которые меньше спрашивают, но при этом это будет более конверсионный трафик в покупку, да. Рекламные кампании нужно настраивать именно так. Ну, опять же, зависит от того, какая это тематика бизнеса. Если это B2B, если это какие-то узкосегментированные истории, то вот здесь вообще нужно понимать, открутите ли вы свой бюджет в рамках поисковой системы или нет, да, нужно делать релевантную оценку. Здесь я показала скриншоты Яндекс.Прогнозатора. Я скажу так, прогнозаторам верить не нужно, нужно весь бюджет тестить на практике, да, настраивать рекламные кампании, настраивать разные и смотреть, как они отрабатывают каждый в своем ключе, да. С кем мы будем с вами стоять в выдаче по данным запросам? Естественно, в рамках конкурентных тематик это будут крупные сайты, это будут маркетплейсы, это будут большие такие нишевые магазины, с которыми мы будем конкурировать. Поэтому важно прокачивать сайт, да, важно заходить на маркетплейсы, заходить на агрегаторы, если мы говорим про услуги, да, то есть постоянно усиливать контакт с аудиторией любым возможным способом, да. Но контекстная реклама поможет нам отработать как раз-таки в моменте получения большого количества трафика, да, за тот бюджет, который у нас есть, и в моменте получения того небольшого трафика, но более целевого, да, то есть который спрашивает конкретно интересующую нас вещь. Если говорить о SEO, да, SEO-продвижение на этапе покупки отрабатывает так, что мы с вами применяем вот те позиции, которые мы нарабатывали весь период до, да, с помощью улучшения технических параметров, сайта текстовых, коммерческих и так далее, мы с вами представим гипотетически, что нам удалось занять, да, вот этот топ выдачи в тематике, да, что будет происходить. Здесь мы просто условно-бесплатно начнем получать тот трафик, за который мы платим в контексте, да. Наша задача с вами конкурировать, опять же, с большими сайтами, которые у нас представлены в тематике, и вот SEO-продвижение здесь отработает очень хорошо в плане покупки, потому что, во-первых, позициям рекламным не всегда доверяют, да, есть такая практика, хотя CTR, да, показатель кликабельности на выдаче, в принципе, в торговле, в e-commerce он гораздо ниже, то есть люди не переходят там дальше четвертой, пятой позицией, да, а если мы еще подключаем с вами, например, сразу и позицию контекста, и мы органически стоим в выдаче первыми, то это еще больше усиливает, да, нас как компанию, и это дополнительная возможность контакта с аудиторией. Поэтому в качестве SEO здесь, конечно, мы этот канал рассматриваем, рассматриваем, прям очень активно работаем на то, чтобы улучшать параметры сайта, потому что если сайт у нас не будет быстро загружаться, да, последний апдейт Google, если сайт не будет быстро загружаться, корректно отдавать верстку, да, в мобильной версии, особенно сейчас, если у вас есть упор на мобильную версию в бизнесе, пожалуйста, следите за ней, и, собственно, если мы не будем следить за данными параметрами, ну, вот объективно сейчас органически в топ-выдачу никак не попасть, да, поэтому если есть такая цель, за сайтом нужно следить. Конечно, это все очень сложно, это дело рук отдельных людей. Есть предприниматели, которые прям сами очень сильно интересуются и занимаются SEO-оптимизацией, но вот чтобы уследить за всем, то есть один человек, очевидно, за всеми каналами уследить не сможет, здесь это дело отдельных команд сотрудников. Касаемо SMM. Собственно, SMM у нас подходит отлично в случае, когда я уже взаимодействовала с сайтом, да, возможно, я уже заходила на сайт, выбирала товары, даже бросила их в корзине, и на этапе чекаута я решила уйти, да. Здесь как раз-таки социальные сети, блогеры, инфлюенсеры отработают на том, что они найдут меня ровно там, где я отдыхаю, да, где они смогут мне напомнить о том, что лови промокод, напомни, посмотри, какой у нас сайт, да, зайди еще раз и освежи свою корзину, да. Здесь как раз-таки отрабатывают такие инструменты, смело можно подключать. Как вы думаете, какой рекламный канал у нас будет самым дешевым? Такой вопрос. Мы с вами рассмотрели контекст, SEO, да, рассмотрели SMM, жду ваши варианты, все пишут SEO, почт, кстати, совершенно разные варианты. Да, у меня есть на это такой вот прекрасный слайд. Конечно, это не относится к инструментам привлечения трафика на сайт, но самое дешевое для нас — это сарафанное радио, рекомендации, да. Это прям супер безусловный фактор, влияет он, точнее, улучшает он наши показатели только тогда, когда мы отрабатываем все супер качественно и круто, да, когда мы сработали оперативно и на коммуникации с клиентом, и на доставке и так далее, да, и о нас рассказали. Вот это самое дешевое, с учетом того, что клиент к нам потом возвращается долго-долго-долго, да, то есть приносит... Мы один раз его привлекли, один раз потратили деньги, и, собственно, потом он к нам еще долго-долго приходит, еще и приводит друзей. Это прям суперкруто. Вот. Но на практике, конечно, сарафанное радио, во-первых, не отслеживается, да, то есть это дело больших глобальных исследований, и, собственно, это дело уже других команд. Поэтому здесь мы рассмотрим с вами действительно это SEO. Почему условно-бесплатный, да, и почему самый дешевый? Прямо в чате очень много писали, видела на тему того, что именно SEO. Здесь абсолютно согласна, но нужно полагать, что мы долго-долго вкладываемся, и потом начинаем получать фидбэк, да, то есть, опять же, в зависимости от качества сайта, от усиленности работы над ним, да, то есть сколько вы на это тратите времени, здесь важно полагать. Но данный канал, он вот как раз-таки за счет того, что приносит нам этот органический трафик, он, тот самый органический трафик поможет нам сберечь бюджеты, бюджеты на контекст и на другие рекламы, потому что SEO отрабатывает на многих этапах и на этапе формирования потребностей, да, на этапе выбора компаний. Почему? Потому что SEO – это еще и информационный трафик, да, то есть мы здесь рассматриваем, а какой телефон я хочу выбрать, а какие кроссовки, а условно, какие характеристики данного товара, какие бренды лучше, а какие быстрее. Вот это все я пойду искать в поиск, да, и в другие любые инструменты, поэтому SEO-продвижение в плане информационных коммерческих запросов будет приносить трафик и приносить его очень долго, если в него вкладываться хорошо долгое-долгое время. И email-маркетинг, я здесь указала вторым пунктом, да, email-маркетинг – это работа с вашей текущей базой. Вот что самое важное, да, то есть это та база, которая у вас уже купила. Да, многие говорят о том, что рассылки не работают, да, рассылки некачественные, но на самом деле если бить в целевую аудиторию с верным предложением и устраивать такие тестирования, да, естественно, это все методом теста проводится, тестировать заголовки, офферы и так далее, то мы можем прийти к такому балансу, да. Здесь я описала такую условно идеальную картину мира, когда у нас на сайте с вами примерно 70% трафика – это условно-бесплатный трафик. Это email-маркетинг, это SEO-продвижение, да, здесь еще не учитываются прямые заходы на сайт, да, то есть то, что касается брендового спроса, переходы, например, по ссылкам с других сайтов, да, с других источников. Будем считать, что это здесь у нас есть. И, собственно, даже можем это отнести больше к SEO-шному. Собственно, данный трафик, если он у нас будет вот в такой идеальной картине, это позволит вам в любой момент, потеряв платный трафик, да, бюджеты на платный трафик, если вы его применяете, сохранить хоть какую-то выручку и получать дальше прибыли маржу, соответственно, да, потому что если настанут у нас разные времена, когда мы решим отключить рекламные кампании, вот тот пул трафика, если его больше, он будет приносить нам фидбэк, пул именно органического трафика. Это тоже важно иметь в виду. Собственно, коллеги, мы с вами что сегодня рассмотрели? Мы рассмотрели основные каналы привлечения трафика на сайт, да, это SEO, это контекстная реклама, это медийка, это email-маркетинг и, собственно, SMM. Здесь что важно? Что каждый для своей тематики определяет те каналы, которые с его точки зрения отрабатывают лучше. Это все методом теста, да. Помните, что я говорила, контекст работает только с текущим спросом. Если у вас супер уникальная, крутая разработка, новый продукт, типа какой-то косметики, может быть, которую еще никто не знает, здесь отлично подойдет контент-маркетинг, размещение на маркетплейсах, в информационных сетях, да, в социальных сетях, и другие обозревательные площадки, да, подойдут. Вот здесь важно так отрабатывать. Если это текущий спрос, который уже есть, мы пользуемся SEO-продвижением, мы пользуемся контекстной рекламой, таргетом, да, но, опять же, таргет у нас может отрабатывать на формирование спроса, да, и медийка в том числе тоже на формирование спроса. При учете того, когда мы определяем, какой канал когда у нас работает, нам с вами можно составить как раз-таки Customer Journey Map, нашу карту. Это можно делать не только в плане сайта, но и в плане бизнеса, да. Собственно, здесь мы с вами рассмотрим именно сайт. Рассмотрели именно сайт. Но в плане бизнеса вы тоже можете потрудиться и составить данную карту, оценив на то, насколько часто и в каком канале с вами взаимодействуют, да, что спрашивают, какая целевая аудитория и что ее интересует. Вот это важно знать. И, собственно, данные инструменты рекомендую всем применять, тестировать. И у меня на этом все. Собственно, Миша готова отвечать на вопросы. Так, отлично, я поюгаюсь. Я все время был неподалеку и вопросы смотрел. Есть типы вопросов на... Так, Миша, пропадаешь. Есть типы вопросов? Да, есть типы вопросов. Я их обобщу немножко, и хотелось бы такой общий ответ дать. Когда мы выбираем... Мы сейчас понимаем, что есть... Когда мы выбираем что? Так, кажется, что меня плохо слышно, да? Ну, вот просто местами прерывается, вот сейчас хорошо. Сейчас хорошо, ага, окей, если что, сигнальте мне. Значит, сейчас мы посмотрели на разные каналы, и мы понимаем, что есть каналы быстрые, есть каналы медленные. Условно, SEO долго делается, работает через какое-то время длинное. Платный трафик – очень быстрый канал. А как определить, в каком канале имеет смысл рекламироваться? Вот есть... Или имеет смысл идти вообще за клиентами? Есть промышленность? Промышленности в SMM нужно? В Инстаграме есть смысл представлять? Или бюро переводов, коллеги тоже спрашивали. Есть смысл рекламировать переводы в Инстаграме? Или нужно идти в какой-то другой канал? Вообще, как понять, куда идти? Да, смотрите, на самом деле это проблема, и проблема всегда. То есть мы для этого... Ну вот я, в частности, когда приступаю за работу по проекту, я делаю аудит, аудит поисковой выдачи, аудит рекламных компаний текущих, да, если они есть. И в зависимости от тематики, окей, я согласна, если это какой-то промышленный сектор, да, в B2B больше будет работать контекст на имиджевую направленность. Возможно, даже не получится открутить такой бюджет на контекст. То есть здесь надо будет индивидуально оценить, вообще спрашивают в поисковых системах такой товар или такую услугу или нет, да, и на основании этого принимать решение. Это можно сделать, например, Wordstat, да, у Яндекса оценить частотность, то есть насколько часто спрашивают. Ну, примерно посмотреть, да, у Яндекса как раз-таки есть прогнозатор бюджетов, если это говорить про рекламные кампании. Опять же, я не говорю, что это железный прогнозатор, да, все методом теста исключительно. Такими способами включать, тестировать и понимать, насколько дает вообще фидбэк вот эта аудитория, если она есть. В B2B-сегментах очень популярен именно имиджевый подход, да, то есть здесь больше контент-маркетинг, больше рассказ о своем продукте. Все, что касается работы как раз-таки с узнаванием, да, бренда, поэтому к вам придет больше, например, прямые заходы или брендовый спрос. А вот платные инструменты, да, здесь индивидуально тестить. То есть я сейчас попробую переформулировать, как я понял, ты поправь меня. Значит, если мы, условно, завод железобетонных конструкций, мы садимся и думаем, с Директом в Гугле и Яндексе все понятно, мы смотрим количество запросов и понимаем, нам стоит туда идти или не стоит. А вот нужно ли мне идти в Инстаграм и как мне идти в Инстаграм, здесь прямого ответа не получается. Да, все верно. Здесь нужно смотреть, что делают конкуренты. Это прям вот самый простой вариант. То есть если вы находите список конкурентов и видите их активность, вы видите, что их спрашивают, ими интересуются, ставят лайки, смотрят, и что это за контент, самое главное, люди смотрят. То есть они же не могут балки, например, какие-нибудь смотреть в Инстаграме в ежедневном формате, да. Посмотрите, оцените конкурентов, оцените тематику в целом. Если ваши конкуренты это делают, 100% нужно сделать и вам. Если этого не делает никто по какой-то причине до сих пор в 2021 году, ну, очевидно, в этом канале что-то не так. Его надо потестировать, возможно, попробовать, да, какой-то тестовый бюджет выделить, но уже с опасением. Вот тут чуть разовью тогда. Присутствие в том же Инстаграме, оно же отличается. Вот ты только что сказала, что есть условно прямой трафик, мы покупаем рекламу на одежду, например, и там все круто, мне подсказали что-то или какое-то ПО на меня таргетируется. А есть контентная история. Мне нужно завести аккаунт, набирать группу и рассказывать условным строителям, как мои железнобетонные конструкции помогают им в жизни, почему же они отличаются, кейсы какие-то приводить, в пример. Вот здесь как выбрать, покупать рекламу или контентом заниматься? И может быть, вот тут ответ совместится немножко с принципиальной разницей в покупке или подходе к получению клиентов для B2B и B2C. Есть такое? Да, здесь исключительно разница в отличие подхода как раз таки клиентам. Ты все правильно сказал. Здесь нужно заниматься тестированием исключительно. В B2B мы работаем исключительно с формированием спроса, с рассказом о бренде, то есть имиджевая составляющая, она здесь подходит больше. Нам нужно повышать узнаваемость своей компании, чтобы получать дальнейшие лиды. Вот принимать решение о рекламе здесь нужно уже отдельно изучать, то есть в зависимости от тематики. Но вот прям без тематики не смогу сказать конкретно, что это за рекламная компания и как она отработает. Вот прям в чате нам говорят. Рынок недвижимости, услуги для физлиц. Куда идти? Услуги для физлиц, рынок недвижимости великолепно. Физлица, рынок недвижимости, я думаю, что это подойдет. СММ в смысле? Мы идем в какие-нибудь соцсети и работаем там? Да, конечно. Смотрите, рынок недвижимости, что это такое? Это достаточно долгая покупка. Ну, я ни за что не куплю себе квартиру на следующий день, очевидно, да? Или день в день, как кроссовки, например, заказать. Контанная покупка, суперпредложение только для вас, 20% в сети. Да-да-да, поэтому, да, поэтому, когда я нахожусь в социальных сетях в свободное от работы время, когда я готова посмотреть какие-нибудь обзорчики, когда я готова зайти в какие-нибудь паблики, или когда я просто общаюсь с друзьями, я могу натипно увидеть ваш контент и вспомнить. А, да, точно, я же забыла об этой задаче. Пойду зайду, как раз-таки решу вопрос, еще, может быть, запишусь на какие-то осмотры или так далее, да? Вот в таком формате. Я открыл ящик Пандоры, назвав конкретный кейс, и в чате появились кейсы. Мы боимся, что сейчас прямо не сможем ответить. Тут коллеги спрашивают, а можно ли как-то спросить у вас конкретно, вот мы такие-то, расскажите нам, что делать. Или вот наш сайт, посмотрите на него, пожалуйста. Конечно, у меня здесь... Миш, мы же презентацию отправим, правильно, всем зрителям? У меня здесь указан адрес электронной почты, и в начале, и в конце адрес электронной почты указан, даже указан телефон рабочий, но лучше все-таки, наверное, на почту. Я всем отвечу, точно обещаю, помогу по всем вопросам. Еще один вопрос, который вот здесь мелькает в чатике. Если мы пробуем работать и не получаем лидов, что это означает? Это означает, что мы неправильно работаем, мы там не те действия просим, например, целевые, мы неправильно выбрали канал. Вот как сделать вывод? Есть рекомендация? Да, здесь просто смотрим на аналитику, смотрим на аналитику по рекламным кампаниям, изучаем, да, то есть насколько кликабельно объявление, почему оно не кликабельно, да, то есть вот этот CTR, да, показатель кликабельности и так далее. Насколько вообще корректно настроена рекламная кампания, что это за запросы, да, и так далее. Мы просто изучаем и смотрим, и методом тестирования, возможно, у нас просто не те офферы в рекламной кампании, не то на баннере, условно, да, то, что не привлекает. Это все решается методом тестирования. Если мы реально тестировали уже миллиард раз, и нам кажется, что мы уже слили невероятный бюджет, и это нужно немедленно закончить, здесь дело только в цифрах, да, надо изучать цифры. Ну, про миллиард раз мы, наверное, так сильно преувеличили. Ну, сильно преувеличили, да. Да, да, да. Мы не спрашивали сегодня, кто у нас, там, какого размера бизнес сейчас на, в эфире с нами вместе, но мы предположим, что я компания, в которой бюджеты, ну, небольшие, или я вот только начинаю, и я попробовал, там, вот оффер, мне нарисовал свой дизайнер, внешний, кто угодно, попробовал, и он не очень работает. Мне можно после этого делать вывод или нет? Или я должен попробовать разные подходы, там, минимум сколько-то для того, чтобы этот вывод сделать? Лучше пробовать разные подходы, конечно. Лучше тестировать, заложить на это бюджет. Единственное, если это прямо вот бюджет, который уже прям вот малый-малый бизнес, да, здесь, конечно, нужно с опаской, с рациональностью подходить. Да, все зависит от специалистов, то есть, да, здесь рынок такой достаточно нестабильный, не всегда, правильно сказали, что не всегда качественные специалисты, и не всегда мы можем найти именно то, что нужно сразу, и нам все сделают хорошо, но при этом, да, нужно полагать, что рекламные кампании – это только метод тестирования, то есть не факт, что в первый раз действительно случится вот тот самый фидбэк, который мы все ждем, там, в качестве продаж, например. Вопрос в финал, который хочется положить, такой ближе к деньгам, поскольку тут все считают и говорят, мы микробизнес, у нас в больших бюджетах, например, нет. Мы стоимость, вот когда мы говорим стоимость канала, мы для чего ее определяем? Для заявки, для продажи, что в конце? Стоимость канала нам, конечно, смотрите, есть на самом деле разные оценки. Кто-то смотрит дальнейшую жизнь клиента, кто-то смотрит стоимость лида, кто-то смотрит стоимость уже конечной продажи, да, то есть не лиц сайта, а продажа в целом, да, состоялась она или нет. Вот, здесь метрики есть совершенно разные, каждый выбирает метрику для себя в зависимости от бизнеса, да, прямо начиная с самого верха, позиции, трафик, да, который идет на сайт и заканчивают как раз глубинными вот этими KPI, это контроль как раз-таки метрик уже жизни клиента. Все, что бизнесу интересно, нужно считать, и считать это нужно обязательно. С этим тезисом вообще не поспорить. У меня тоже есть ответ, кстати, на этот вопрос, что конкретно считать, стоимость лида или стоимость конкретной продажи, я чуть попозже озвучу. Вопросы есть, мы на них, на всех, прямо сейчас не ответим. Мне очень понравилась первая часть, кажется, что теперь достаточно понятно про каналы, про скорость каналов, и вроде бы мы в ответах сейчас выяснили, как быть с тестами. Есть благоразумие и отвага, куда нужно залить большой бюджет, и есть метод тестирования, а есть инструменты у контекста, например, которые подсказывают, стоит ли вообще туда идти. Если у вас есть вообще большие сомнения, вы совсем ничего не понимаете, то вот есть на слайде контакты у Марии, по которым можно стукнуться, и там экспертный ответ получить, что нужно, что не нужно. Вот более глубокий, это очень упрощаю сейчас. Огромное спасибо, Мария. Да, всем спасибо. Да, Михаил, спасибо. Большое спасибо всем. Я побегу, отключаюсь. Всем дальше хорошего просмотра. Михаил, удачи. Все, удачи. Да, удачи, спасибо. Значит, мы сейчас переключаемся на вторую часть вебинара. Презентацию мы тоже меняем. Презентацию, вот согласие Марии, мы совершенно спокойно поделимся и вышлем, поэтому тут не переживайте, те же самые электронные почты, которые вы указывали при регистрации, мы и будем использовать. Теперь ко второй части. Мы сегодня с вами полтора часа, и вот за оставшиеся примерно 40 минут я поговорю про вторую, ну как вторую, будем называть это вторым блоком. Первый блок привлечения, где мы взяли клиента, и второй блок приземления, продажа и дальнейшая работа с клиентами. Я поговорю как раз про CRM-систему, и постараюсь подсветить те моменты, где CRM-система может быть полезна. Буду говорить про Bittrex24, схема примерно та же. У нас коллеги есть в чате, которые систему знают прекрасно, вы уже по ответам на ваши вопросы видите. Совершенно спокойно бросайте вопросы. Если не я по ходу презентации отвечу, то коллеги эти вопросы возьмут. Значит, первое, что, какая задача встает перед CRM-системой, и перед вами, по сути, когда вы там запустили рекламу и поняли, что какие-то лиды оттуда есть, это принять те самые лиды. Кейсов на самом деле много. Я сегодня достаточно кратко буду говорить про возможные варианты, но много случаев, когда реклама работает, а лиды обработать мы, к сожалению, не смогли. Теперь смотрите, мы поговорили про разные каналы, и то не про все сегодня, и мы понимаем, что из всех этих каналов к нам могут поступать лиды. Из каких-то только при том, как мы занесли туда денежку, то есть мы купили трафик, и он к нам пришел, а из каких-то органически поступают к нам лиды. У нас есть номер телефона на сайте, у нас есть электронная почта, и вот все эти каналы как-то к нам поступают. Скажите, пожалуйста, друзья, маленький вопрос к вам. Знаете ли вы, вот давайте в формате да-нет, знаете ли вы, какое количество обращений через разные каналы поступает в вашу компанию, допустим, в неделю? Можно сейчас конкретную цифру, не нужно говорить, там, у меня 35, у меня 120, а просто говорить, да, я знаю, там, что ко мне поступает в неделю, столько-то, есть место, где я могу это посмотреть. Очень крутые ответы, все отвечают да. Для меня немножко удивительно, обычно статистика говорит, что не очень большой процент компаний, вот, есть ответы, что не всегда, не очень большой процент компаний точно может сказать, ко мне поступает, там, 25 лидов, из телефона 5, из почты 15, и еще 5 поступает с сайта через какую-то форму. Это очень важный для бизнеса показатель, который вот в первую очередь нужно мониторить. Мы как раз про это. Вообще все каналы коммуникации, которые есть у нас с клиентами, платные, бесплатные, любые совершенно, мы должны взять под контроль. Что такое взять под контроль канал, понимать, кто нам написал в этом канале, зафиксировать это обращение, и дальше уже вторым этапом понимать, как мы ответили, насколько быстро ответили, об этом сегодня тоже немножко поговорим. Я покажу несколько слайдов, которые есть у меня. Это скриншоты из Bittrex 24, по сути, скриншоты по настройке самой системы. У нас агрегируются все каналы, которые есть сейчас вокруг, и я для примера покажу, вот, например, почту, когда в CRM-системе появляется почта, даже если вы переписываетесь в своем отдельном почтовике, там, в Outlook, в Gmail или где-то еще, CRM-система при подключении такого канала знает, что вы написали, и видит, что вы ответили. То есть вся переписка сохраняется. Это канал Телефонии, то есть мы сейчас идем по классическим каналам Телефон, почта. Телефон подключается к CRM-системе, и система знает, что вам позвонил существующий клиент, она сразу покажет вам, что это, например, Иван, и звонит он вам по какому-то поводу, у нее, например, есть сделка, вот сделка Тур во Францию. Сейчас из области фантастики немножко, но предположим, да, что через какое-то время откроется граница, и Тур во Францию для Ивана мы подготавливаем. Если это новый телефон, то она просто зафиксирует такое обращение, и вы будете знать, что вот такой клиент звонил вам. Следующий момент, мы идем по каналам. Конечно же, мы, когда говорим про эффективность, я говорю, что у меня тоже есть ответ на вопрос, какой канал эффективен, какой нет, мы можем эти каналы считать, и эффективность этих каналов считать внутри CRM-системы. У нас есть колл-трекинг внутри Bittrex24. Мы говорим, что номер телефона закреплен за каким-то каналом, и можем говорить, что из этого канала пришел лид, и он закончился продажей, либо не закончился продажей. То есть колл-трекинг вот здесь показан по настройке. Ну, настройка предельно простая, коллеги, если что, сейчас помогут в чате вам по вопросам возникающим. Теперь еще один канал. Люди пришли к вам на сайт, и там есть форма обратной связи. Вы говорите, вот какой у меня красивый продукт или красивая услуга, если вам интересно, заполните форму. Формы бывают разные, совершенно вот здесь там пример с формой, с картинкой. Вы оставляете обратную связь, и вам перезванивают. Этот канал точно так же подключается к CRM-системе, вы про него все знаете, он настраивается. Теперь пара лайфхаков, которые есть. Если вы забираете лиды из социальных сетей, из контакта и из Facebook, например, то там заполняется, такие предзаполнения формы есть, когда вы соглашаетесь с рекламой, например, и он говорит, заполнить форму по вашим данным. Вот мы умеем интегрироваться с этими формами и с контактом, и с Facebook. Вот в Facebook это называется лидец. И в чем тут плюс? Для пользователя плюс в том, что он не забивает руками свой электронный адрес или свой мобильный телефон, ему попроще. Для вас большой плюс, что эти адреса и телефоны уже проверены. То есть, социальная сеть их верифицировала, и там человеческие ошибки быть не может. Поэтому тут рекомендую сразу же подключаться к этой возможности и забирать проверенные данные. Теперь про скорость. Соцсети говорят, что нужно отвечать быстро. Мы с вами можем провести такой небольшой эксперимент, но давайте уже там не в чате, а такой мысленный эксперимент. Ответьте себе на вопрос, насколько быстро вы ожидаете ответа, если вы компании написали в социальную сеть сообщение. Обычно, когда я такой вопрос задаю в аудиторию, хочется, чтобы ответили сразу. Ну, в течение скольких-то минут в крайнем случае. И, естественно, соцсети знают про эту механику, и когда вы делаете группу, и человек заходит в вашу группу, там есть такая подпись. Обычно отвечает в течение какого-то времени, нескольких минут, часа, дня или нескольких дней. И вы, читая этот текст, понимаете, если это несколько минут, о, классно, я напишу, мне быстро ответят. Соответственно, очень рекомендую отвечать быстро. Как этого добиться? Ну, агрегировать все в одной точке, в одной CRM-системе, для того, чтобы вы по разным закладкам не бегали и не запутались. Конечно, соцсети точно так же подключаются. Значит, теперь можно подключить и директ Инстаграма к своему аккаунту и принимать не только комментарии, сообщения под вашим постом, но и сообщения в директ, когда написали. Тут есть инструкция, она и у нас публичная, и коллеги опять же помогут. Если вы решили подключить директ Инстаграма к CRM-системе, вам написали, вы ответили, можно бросить ссылку на оплату, это тоже потрясающая возможность. Сейчас как раз вот про это видео показывать не буду, объясню в двух словах. Вообще, конверсия, когда у вас такая спонтанная покупка, мы говорили в первой части, что есть длинный цикл сделки, например, покупка квартиры, что я сначала там смотрю, выбираю вариант, и это не происходит спонтанно. Есть покупка спонтанная, когда я увидел условно какую-нибудь там хендмейт-вещицу в Инстаграме и говорю, ох, я хочу, она стоит некритичную для меня сумму, и я сразу же готов ее потратить. Я написал в директ, сколько стоит, мне ответили, не знаю, 500 рублей, я говорю, ой, здорово, я готов заплатить. Так вот, в этом случае при спонтанных покупках очень здорово, когда у вас есть возможность сразу же бросить человеку ссылку на оплату в этот же чат, в котором он пишет, сколько стоит, и он без особенных сложностей говорит дальше-дальше, окей, с помощью там Google Pay или Apple Pay оплатил ту самую покупку. То есть, и начинать, и завершать продажу в чате необходимо уметь, вам как бизнесу. Мы проводили такой опрос наших пользователей, которые подключили себе возможность оплаты в чате, и к нашему удивлению, они говорят, что клиенты, их клиенты не воспринимают это как такую вау-функцию, как ой, здорово или как очень классно. Они воспринимают это как должное. Так должно быть. Да, это удобно, у вас это есть, хорошо, так должно работать сейчас. То есть, это не то, что новая супертехнология, которую нужно было подключить некоторым бизнесом. Нет, это такой стандарт уже в отрасли, потому что крупные игроки принесли это в свой бизнес и клиенты уже привыкли, ну, мы с вами привыкли, можете к себе ориентироваться, примерно. Это к тому, что в чате лучше и начинать коммуникацию, и завершать продажу, это повысит вам конверсию. Так, теперь мы идем к тому сценарию, когда у вас есть сложный товар, сложный продукт или услуга, тем более, и вам недостаточно просто в Инстаграме разместить пост или в социальной сети или где-то еще в Директе написать, смотрите, у меня есть там телефон Samsung или какой-то еще телефон, который вам нужно купить, я про него все уже знаю, говорю, окей, иду дальше. Мы говорим, что есть услуги, с которыми нужно поработать. Почему она столько стоит, эта услуга? Почему ее нужно приобрести у вас, а не заказать у ваших конкурентов или коллег по рынку? Почему это надежно? Почему вам можно доверять? И вот с каждым из этих тезисов нужно каким-то образом поработать. В рамках поставили рекламы, этого не сделать. Поэтому тут на помощь приходят стандартные инструменты, тоже и вы к ним привыкли. Это лендинги, когда вы приземляете клиента к себе сначала на лендинг, то есть конверсионные действия сразу же покупку не совершить, нужно еще поработать с человеком. Вы его приземляете на лендинге, там достаточно уже блоками подробно объясняете, работаете с возражениями, с опасениями, доказываете, что у вас классный продукт, классный товар, классная услуга, то, что вы предлагаете. И там уже конверсионные действия тоже может быть не покупка, а заполнение формы, и дальше в воронке вы клиента ведете. Bittrex24 сайты есть внутри Bittrex24, то есть это конструктор сайтов, на базе которого можно построить такие лендинги. Огромный плюс в том, что все инструменты уже интегрированы. Человек, приходя к вам, заполняет сразу же ту самую форму, автоматически попадая в CRM, там специально ничего делать, для этого не нужно, разместить форму. Теперь снова про лайфхаки, так же, как и с социальными сетями. Когда вы размещаете такую форму на вашем сайте, называется это виджет, вот он у вас на картинке, в правом нижнем углу, я нажимаю написать в компанию, и обычно это выбор из чата на сайте, онлайн-чат, но я вам рекомендую не ограничиваться только этим инструментом, онлайн-чат на сайте, потому что здесь, опять же, критичное время. Я открываю вкладку, если вы не успели ответить мне в течение там нескольких минут, я могу такую вкладку и закрыть, и вы меня, по сути, потеряли. Если же вы предлагаете человеку написать не только в онлайн-чат, а, например, через там Facebook, Telegram, Viber или еще какой-то инструмент, который у него есть под руками, привычный, уже на телефоне приложение стоит, то человек получает удобный для него инструмент, ему больше вкладку держать не нужно, я могу вкладку закрыть, а сообщение уже останется в мессенджере. А второй момент, вы получаете этого человека не на три минуты, когда вам нужно успеть ответить, а на любое количество времени. Все, у вас обращение есть, контакт человека есть, вы можете ему отвечать. Конечно, не нужно это делать через две недели, там спрос пропадет, но тем не менее, контакт потенциального клиента у вас уже сохранен в вашей базе, вы можете с ним работать, это классно. Так, помним про персданные, вот просто оговорка, когда мы работаем с персональными данными, мы должны к этому подготовиться. Сегодня не тема вебинара, мы с технической точки зрения даем возможность показать вам оферту, соглашение, клиенту сказать, что да, мы все знаем, мы сохраняем данные вот таким образом, но вы со своей стороны тоже должны быть к этому готовы, сейчас просто такой, для информации, чтобы вы не забывали про это. Итак, мы справились с вами с первой большой частью, которая нужна после того, как мы привлекли клиента. Мы его приземлили к себе и сохранили, теперь он у нас существует в нашей базе, мы его не потеряем, мы посчитали количество вращений и можем дальше работать с ними. Что дальше идет к нашей базе? Какая работа? В нашу базу попадают клиенты, и мы их заранее сегментируем. Что такое заранее сегментируем? Мы определяем, по каким признакам потом мы их будем делить, когда мы дальше будем с ними работать, будем делать им следующее предложение. Рассылку, смс-ку, будем звонить им. Мы для этого определяем основной канал связи, который нам нужен. А может быть и не основной, а дополнительный. Потому что, когда человек пишет вам в условный директ Инстаграма, не всегда есть возможность ответить ему туда автоматически, сделать рассылку. Например, вам нужен бы не только канал Инстаграма, но еще и электронная почта, потому что она либо дешевле, либо у вас рассылка уже есть, либо это запасной канал, который может читать там и там человек. То есть вы стараетесь взять там либо электронный адрес, либо мобильный телефон, либо и то, и другое, и третье. Чем больше у вас возможностей проконтактировать с клиентом, тем лучше. Но тут мы понимаем обратное ограничение, что чем больше мы просим заполнять полей, тем меньше конверсии. Ищем какой-то баланс. То есть мы определяем канал связи, окей. И мы определяем ключевые признаки, которые необходимо в нашу базу положить. Здорово, если это можно сделать автоматически. Там из этой формы автоматически мы сделали признак, что это B2B. Из этой формы, например, B2C. Или мы сразу отрасль определили, или пол человека, или еще что-то, какой-то нужный признак для нас мы сразу же положили в базу. Если это можно сделать автоматом, очень рекомендую, опять же, коллеги, которые сегодня в чате, помогут, как сделать автоматически, как занести в базу признаки. Второй момент. Если мы автоматически сделать не можем, нам нужно спросить, есть ли у человека собака и какой она породы. И нам нужно это голосом спросить. Вот мы по телефону разговариваем и уточняем. Скажите, пожалуйста, какой породы ваша собака. Давайте об этом поговорим. И в базе фиксируем, потому что нам это нужно для того, чтобы дальше предложить правильный корм, например, для животных. Мы это заносим руками. И определенные признаки не автоматом, а уже вручную при разговоре с клиентом заполняем постепенно. Потом еще один принцип для деления это действие клиента. Совершил он покупку или не совершил у нас? Какая история взаимодействия с клиентом у нас в принципе есть? Можно ли основываться на этом? Да, пожалуйста, можно. Всю историю взаимодействия с клиентом мы храним, можно поднять совершенно спокойно. Конечно, вот здесь тоже маленькое отступление про безопасность данных. Если мы говорим про безопасность данных в CRM, то там есть несколько ключевых требований для этого существует. По паре штук пройду, чтобы база была актуальная, нужно, чтобы все коммуникации велась изнутри CRM-системы. То есть просто загрузить в CRM-систему Excel и хранить ее там не очень большая польза получается. Нужно, чтобы вы и писали, и звонили сразу же изнутри CRM-системы, потому что если у клиента изменился номер, то вам нужно будет откорректировать его в CRM. Если вы этого не сделаете, позвонить не сможете, кнопка не туда будет ввести. А если вы звоните с мобильного телефона отдельно, а CRM у вас отдельно, то вы в мобильнике телефон исправили, а CRM не исправили. Через полгода база у вас устарела, вы с ней не можете работать. И здесь, конечно же, очень важна и история взаимодействия. Сейчас не буду подробно расписывать, почему. И, конечно, важны настройки прав доступа. Внутри CRM-системы это можно сделать. Кто умеет смотреть, кто видит, какие контакты, кто может импортировать. Вряд ли сотрудникам обычным нужно давать возможность на экспорт контактов в Excel-файл. Ну, тут понятная история, и по ней детально не прохожусь. Теперь смотрите. Есть спонтанные покупки. И там очень важно, чтобы там, где началась сделка, там она и закончилась. Мы про это только что поговорили, например, с оплатой. В чате начали, в чате закончили. А есть длинные циклы, когда это несколько дней, недель, иногда лет, но до этого не хочется доходить. Но, правда, у кого-то бизнес, вот промышленность приводили в пример. Иногда сделки, циклы сделки по несколько лет, и только потом какая-то крупная поставка производится. Поэтому клиента необходимо проводить по такой условной воронке. Это не только к циклам сделки два года, это та же самая покупка квартиры, покупка, не знаю, автомобиля, пластиковых окон, всего что угодно. То есть, когда клиент принимает решение, некоторое количество времени. И мы, в чем важно, коллеги, кстати, писали в чате, что не только правильное целевое предложение или правильный трафик, приведенный, важен для итоговой конверсии. Очень важно, как вы работаете, как вы обрабатываете клиента. Если у вас есть менеджеры, которых вы набираете со стороны, вы можете набрать человека очень опытного. Он классно понимает, знает, например, эту отрасль уже и сам правильно идет по воронке. Если вы набираете человека, у которого не очень много опыта, то вам нужно дать ему такую инструкцию. По сути, вот воронка, стадии друг за другом идущие, это есть такая инструкция, что не нужно рассылать в холодную коммерческое предложение. Эффекта от этого не будет. Не нужно рассылать неперсонализированное коммерческое предложение. Смотрите, мы компания, которая умеет делать вот такие штуки. Ну, спасибо, предложение ваше подвинули. Если вы не уточнили потребность, не понимаете, какую задачу вы решаете у клиента, какую боль закрываете, нет смысла отправлять коммерческие. Вот выстроить такую последовательность помогает как раз воронка продаж. Она помогает менеджерам двигаться по стадиям, по верным стадиям, которые вы для себя уже проверили и говорите, что они оптимальны. Это понимание процесса, конечно, дает вам аналитика, как у вас идет продажа, правильно, неправильно, в каком месте вы проваливаетесь. Есть аналитика там верхнеуровневая, когда мы смотрим просто на воронку. Вот она, конверсия из одного трафика в продажу. Например, это какая-то цифра, 5%, 3% сколько. Это хорошая цифра или это плохая цифра? Много это или мало? Нужно улучшать или это вполне достаточно? И главное, не уронить такой показатель. CRM-аналитика позволяет дать ответ на такой вопрос. Это в среднем по вашему отделу. Если у вас лидеры или наоборот аутсайдеры в отделе продаж, кто-то продает хорошо, кто-то нет, на этом можно посмотреть. Тут есть готовые отчеты, там верхнего уровня. Можно провалиться глубже, чтобы посмотреть детальнее, пойти вот так скажем от общего к частному, что же случается по сути. Здесь маленькая история. Я ее периодически рассказываю. Это история про девушку с бархатным голосом и системного молодого человека. Прошу прощения, не все влезло в один слайд, но история такая. В одном отделе продаж история не выдуманная. Мне на одном из семинаров рассказал ее один из клиентов. Я вам сейчас пересказываю пересказываю и попрошу вас тоже принять решение. Он пришел к принятию решения, он свой выбор сделал, я его озвучу и вас попрошу тоже рассказать, что вы думаете по этому поводу. У него в отделе несколько человек, в отделе продаж. Рядом друг с другом сидят девушка и молодой человек. Он смотрит отчеты и конверсия, итоговая в сделку у них, у обоих примерно одинаковая и не очень высокая, то есть ниже среднего по всему отделу. Они идут дальше в аналитику и смотрят, слушают звонки, смотрят на какой стадии, у кого лучше, у кого хуже. И понимают, что девушка очень здорово назначает встречи. У нее такой низкий, бархатный голос, очень приятный. А лица, принимающие решения на той стороне, это мужчины, примерно там 40 плюс лет, и они при общении достаточно часто соглашаются на то, чтобы девушка приехала к ним, провела презентацию продукта, который у них есть. Они говорят, ну да, давайте окей. И вот назначение встречи у нее отлично идет. При этом, когда она приезжает на встречу, встреча проходит хорошо, но закрыть сделку у нее получается не очень здорово. Рядом с ней сидит молодой человек, у которого ситуация ровно наоборот. Встречу он назначает плохо, не очень хотят с ним встречаться ЛПРы, а вот закрывает сделки, он здорово. Если уж он приехал на встречу, он доведет ее до финала с очень большой вероятностью. Теперь вопрос, который я обещал к вам. Вот вы видите такую статистику, что вам делать с этими двумя героями из отделов продаж. У одной очень классно получается назначать встречи, но она плохо закрывает сделки. У второго плохо получается назначать встречи, но сделки он закрывает прекрасно. Что с ними делать? Вот если у вас есть такие товарищи в отделе, что бы вы с ними сделали? Синтез, объединить всех вместе, работать в паре, поменять, поменять задачи местами. Так, разделить роли, научить поменять местами. Смотрите, практически все варианты, которые возможны, есть уже в этом чате. Больше всего, конечно, за объединение, и это тот самый вариант, который выбрали в итоге собственники бизнеса, с которыми я разговаривал. Значит, теоретически, да, что мы можем с ними сделать? Можем попробовать их научить. Одного научить назначать встречи, вторую научить закрывать сделки. Процесс не быстрый, достаточно, ну и не всегда назначение встреч может зависеть от молодого человека. Может быть, бархатный голос девушки весит назначение встречи намного больше, чем аргументы, которые она произносит. Может быть, их можно научить, и это один из вариантов. Есть вариант разделить роли. Девушка только назначает встречи, молодой человек только ездит на эти встречи и закрывает дальше сделки. Там есть некоторые обманы-подлог, когда назначаешь встречу с одним человеком, приезжает другой, может быть, такой легкий налет. А вот вроде бы объединить их в пару кажется оптимальным вариантом. Так и сделали собственники, и они получили, конечно, не двукратное, не произведение средних чисел, они получили больше, потому что девушка здорово назначала встречи, они вместе ездили на эти встречи, девушка присутствовала, никакого обмана нет, молодой человек все уточнял, закрывал очень здорово, и получилось очень хорошо. То есть вот тот вариант, который выбрали, сработал хорошо, может быть, кстати, и другие варианты, поучить их или разделить роли, тоже были бы оптимальными и дали бы хороший результат. Вообще, что дало возможность собственникам посмотреть на этот процесс и такой выбор сделать, такое решение принять. Аналитика, они увидели, что в этой воронке назначение встречи у одного человека высокое, а у другого человека низкое, и наоборот, закрытие сделок у них по-разному работает. Это как раз и история про общего к частным, то есть если мы просто знали бы у двух человек низкие показатели, мы бы посмотрели на них и сказали, ребят, вы не дотягивайте, нужно вас уволить, потому что придут другие, которые будут в среднем или выше среднего по нашему отделу. А так мы получили хороший эффект, потому что работает аналитик. Немножко про настройку стадий, тоже лайфхак, рекомендация, когда вы настраиваете стадии сделки, у вас есть один финальный результат положительный, все у вас хорошо, сделка заключена и деньги пришли, какой-то финальный результат вы описываете. Есть несколько вариантов, почему сделка не закрылась. Там вариантов гораздо больше, потому что, не знаю, проект остановлен, вы не подошли, выбрали конкурента, у вас там дорого или дешево, не оказалось нужных материалов. Много-много вариантов. И вот эти варианты обычно менеджер держит в голове. И когда потом вы на собрании спрашиваете, ребят, скажите, пожалуйста, почему у нас продажи не идут, какие причины проигрыша у нас есть. И менеджеры все из головы говорят что-то. И не всегда это, ну, такая статистически верная информация. Потому что чаще всего наверняка вы слышите, что, потому что у нас дорого. можете там плюсом-минусом посигналить, у кого есть такая картинка, когда вы говорите, почему у нас не получается продавать. Если бы у нас была скидка в 40%, то мы продавали бы намного лучше. Или потому что у конкурентов дешевле, чем у нас, поэтому мы не продаем столько, сколько нам нужно. И вот в верхних пунктах идет такой тезис. У нас дорого, было бы дешевле, мы продавали лучше. Соответственно, если мы разделяем эти стадии и видим это не по отзывам, а по статистике, то есть менеджер, каждый раз закрывая сделку, выбирает, почему сделка закрылась, потому что там проект отложен, потому что было дорого. Мы, во-первых, видим статистику, а не общее ощущение менеджера. То есть, может быть, это дорого произносится 20% из 100. И это неподавляющее большинство работать лучше с другими тезисами. Второй момент, приятный, если вы руководитель отдела продаж, ну или человек, который следит за продажами вашей компании, вы идете в записи разговора, фильтруете по отказ, сделка неуспешная, и почему, потому что дорого. И слушайте запись разговора. И очень часто эта картина, когда менеджер просто не умеет работать с возражением дорого. Дорого это же не то, что у клиента денег нет, он не может выбор в вашу пользу сделать. Дорого это он не понимает, за что он платит больше, чем у других вам. И нужно, по сути, это объяснить. Если товары абсолютно одинаковые, сложнее, нужно какими-то услугами отстраиваться. А если это услуга, то достаточно легко привести аргументы, почему у нас дороже, чем у соседей. Есть очень-очень разные варианты, тоже сейчас не будем про них говорить, но вы их знаете наверняка. И это способ проверить. Вообще менеджеры понимают, как отрабатывать возражение. Отрабатывают такое возражение или нет. Очень рекомендую пользоваться. Отлично работает. Значит, про сегменты клиентов. У нас внутри нашей базы накопилось много клиентов. Причем, мы их поделили уже на тех, у кого есть собака-кошка, на мальчиков и девочек, на тех, кто из какого города находится. Это вот такие постоянные признаки есть. У нас есть история покупок. Мы можем прийти только к тем, кто совершал покупку в последние три месяца, например. У нас есть канал. Мы можем прийти только смс-кой только к тем, у кого есть мобильный телефон. Вот мы так просегментировали. Что мы делаем дальше? Мы эти динамические статические сегменты можем мешать друг с другом. Мы говорим, давайте мы сделаем рассылку e-mail, то есть сразу же говорим только те, кто есть e-mail. и мы посмотрим на всех девушек, которые в Ёж-короле за последние три месяца купили у нас хоть что-то. Вот такой сложный сценарий с несколькими фильтрами. Если у нас база большая, тогда у нас база для рассылки в итоге получится ощутимая. Если мы все эти действия проделали и видим, что там только два человека, но это не очень серьезный сегмент, с которым стоит работать, надо нам какие-то фильтры убирать. Вот таким образом мы фильтруем аудиторию для того, чтобы в дальнейшем работать с ними. Вообще, почему мы должны в дальнейшем работать с нашей аудиторией? Потому что, если вы статистику себя видите, ведете, то процент конверсии в успешную сделку он не очень большой. Подавляющее большинство клиентов, там иногда 99%, иногда 90%, но точно больше 50%, не покупают. Вы с ними начали общаться, они оставили контакт, но продажа не совершилась. Поэтому, это ваша целевая аудитория, они способны купить у вас, они заинтересованы в том, что вы продаете, но сейчас продажа не существует. Но контакты уже есть, вы за них заплатили, зачем же их бросать? Это такой задел огромный для того, чтобы вы продали им в первый раз, но в следующий. Не сейчас прям, сейчас не получилось. В следующий раз. Это задел для тех, кто купил у вас уже и вы совершили повторную продажу. Мы сегодня в слух говорили слово LTV, lifetime value, когда человек совершает у вас не одну покупку или компания, а несколько покупок, и вы оцениваете его потенциал не по одной сделке, а по нескольким, потому что вы работаете над этим LTV, оставляете его у себя, совершаете дополнительные продажи. Пофильтровали, сделали, посмотрели на сегменты аудитории и пришли к ним через какой-то канал. Вот про каналы мы уже говорили, я вкратце скажу, что вот, пожалуйста, вы выбираете, как прийти к определенному сегменту. E-mail рассылка, SMS рассылка, через мессенджеры, можно через инфозвонки, если это уместно в вашем бизнесе, если автоматический звонок, записанным вашим голосом, нормально воспринимается в вашей аудитории. Или если массовые коммуникационные инструменты, например, рассылка, хорошо работают. Может быть, ваша аудитория находится в таком топ-экспертном диапазоне, которые кроме как личного звонка, например, или личной переписки, ничего не воспринимают. Тогда вы такой сегмент формируете и приходите уже к этим людям голосом, сами, лично. Значит, еще один момент. Мы вот эти стадии, которые заложили заранее, отрицательные, можем использовать и при сегментировании. Мы говорим, давайте-ка мы придем ко всем, у кого проект отложен. Или давайте мы придем ко всем, у кого за последние полгода кто выбрал конкурентов. Мы придем к ним и спросим, ребята, здравствуйте, мы с вами общались, вы выбрали не нас. Как вам работается? Может быть, нужна какая-то помощь или у нас есть там соседняя услуга, окей, вот поэтому по этой услуге вы работаете с такой компанией. Попробуйте нас вот здесь. Мы здесь особенно хороши. Тоже возможность работать с той аудиторией, с которой не получилось. Совершенно спокойно. Это все называется CRM-маркетинг. Вообще CRM-маркетинг, если говорить об этом как о определении, это активная работа с вашими клиентами на основе данных, которые вы про них уже знаете. Почему я говорю активные? Потому что активность лежит на вас, вы не ждете входящей информации, вы сами инициируете контакт, это важно очень. И почему на основе данных? Потому что вы про них уже знаете, какая у них потребность, сколько у них кошек-собак, где они живут, что они покупали. И на основе этих данных вы их сегментируете и приходите к ним. Про каналы коммуникации еще раз. Письмо, смс, пожалуйста, голосовое сообщение. Есть еще один канал, про который я еще не сказал, а сейчас говорю. Вы можете нацелиться на эту аудиторию через Facebook или Instagram, через рекламные сети. Причем сделать это можно как по факту, после того, как сделка уже выиграна или проиграна, так и в процессе сделки. Если у вас, например, сделка длинная, она начинается, и вы автоматически добавляете эту аудиторию в сегмент, которым в рекламных сетях рассказывает, какие классные кейсы с компаниями у вас уже есть. И клиент начал с вами говорить, и вдруг он видит рекламу. Посмотрите на классный кейс какой-то компании из отрасли, которая добилась прекрасных результатов. И у нее постепенно откладывается в голове, что вы эксперт, вы компания, которая достигает результата. Это подогревает его в процессе сделки, чтобы в финале он сказал, да, классно, я про вас слышал, и вот здесь слышал, и вот здесь видел, и, видимо, действительно классный эксперт. Помогайте себе. Про LTV еще раз, теперь прямо на слайде. Основные сценарии для LTV какие у нас есть? Это повторные продажи. Я повторные продажи разбил на три таких блока. Это регулярные сделки, если у вас есть что-то циклическое. Вы каждый раз продаете страховку, или вы продаете какой-то полис, да, страховой, ну, или еще какой-нибудь полис. Или у вас есть что-то абонентское, то есть вы раз в год клиенту продлеваете, не знаю, тариф, или услугу какую-то, или, не знаю, костинг, все что угодно. Это регулярные сделки, про них просто нельзя забывать. Их нужно постоянно держать в тонусе, иначе перехватят клиента, и тут очень важно. Кросс-продажа. Если у вас несколько услуг, а у вас наверняка не одна, если у вас одна услуга, пожалуйста, подумайте, что еще вы можете продать клиенту вашему, вашей же аудитории. Вы говорите, вы купили у нас одну услугу, попробуйте еще и вторую. Или вы не купили у нас эту услугу, вы купили у другого, но попробуйте нас вот в этом. Мы хороши. Это кросс-продажа, и тоже нужно использовать такой сценарий, причем задумывать его заранее. Не по факту уже выдумывать, а сразу говорим, что нашей аудитории интересно 3-4 услуги. Если у нас человек купил машину, значит, нам нужно его на ТО привезти через определенное количество времени. И вы такую траекторию, вот CGM, про которую Марик говорил в самом начале, продумываете у себя. Ну и про вторую попытку. Мы тут уже с вами поговорили, что можно отфильтровать тех, с кем у вас не получилось, и к ним прийти еще раз. Контакты у вас есть. Пожалуйста, вы приходите второй раз, третий раз, четвертый. Это та аудитория, которая у вас есть. Там не частите, не каждый день вы приходите с новыми предложениями, но это аудитория, к которой вы можете прийти. Еще один блок в регулярном CRM-маркетинге это реактивация и лояльность. Реактивация, клиент ваш, но вы его на какое-то время потеряли, он у вас совершал покупки обычно раз в два месяца, а тут полгода его не было. Вы приходите, говорите, что-то не так. Мы видим, что корм для кошки не может столько времени лежать у вас дома несъеденным. Давайте поговорим, может, вы нашли что-то другое, или мы можем предложить вам какой-то интересный аналог. И лояльность клиентов. Есть большое исследование зарубежное о том, что уходят, потому что дорого, около 15% компаний, а уходят, потому что о них не забывают около 60%. Вот соотнесите, что клиенту важно, что вы про него помните, приходите к ним не только с предложением «Купи у меня еще раз», а и с какой-то, например, информацией. Мы сделали для вас подборку по рынку, или мы посмотрели, что может быть полезно в вашем бизнесе. Посмотрите кейс, релевантный в вашей отрасли, который мы с другим клиентом сделали. Возможно, вам что-то стоит здесь подсмотреть, чтобы свой бизнес улучшить. В том числе. Мы говорим, что в компании есть несколько услуг. Вот та самая кросс-продажа. И эту кросс-продажу изначально мы планируем. Как мы ее планируем? Например, через тоннели продаж. У нас основная услуга. Мы продаем, ну, давайте, на примере, ту самую машину, автомобиль. И потом, через определенное количество времени, мы должны прийти к этому клиенту, чтобы продать техническое обслуживание. А потом еще что-нибудь, какую-то еще дополнительную услугу, там, не знаю, багажник на крыше. Все, что угодно. И мы говорим, это тоннели продаж, которые идут друг за другом в последовательность. Мы клиента не теряем, и он бережно передается из одной воронки в следующую воронку. Тут есть несколько механизмов. То есть есть воронки продаж, есть тоннели, это воронки, связанные между собой. Есть роботы, которые автоматически передают из одной воронки в другую что-то, какую-то информацию. И есть там регулярные сделки, повторные продажи. Сейчас детально не рассказываю. Коллеги, которые сегодня в чате, которые с вами общаться дальше будут, подробнее расскажут про автоматизацию. Очень большая, классная тема. Очень похоже на сегментирование аудитории, по тому же самому принципу сделан, называется генератор продаж. Вы понимаете, что вам нужно сделать новый видок продаж, вы определяете базу, отдаете ее менеджерам для работы. Это люди, с которыми мы общались в прошлом году, с ними сейчас нужно пообщаться снова вот по этому вопросу. И отлично, вот пожалуйста, вы можете увеличить ваши продажи за счет той базы, которая существует уже у вас, вы ее сохраните. Про автоматизацию в CRM много очень можно рассказывать, кейсов огромное количество, и вообще это такая точка, которая невозможна сделать все. Там всегда есть, что улучшить, где сделать, может быть чуть-чуть, а может быть существенно лучше внутри процесса компании, в том числе процесса продаж. Что там интересного, можно, если на вскидку прям к любому бизнесу подходить, планирование следующей продажи. Про это поговорили. Постановка задач в процессе. Если у вас для продажи нужно, например, посчитать коммерческое предложение с консультацией ваших экспертов внутренних, технолога, например. Можно поставить такую задачу технологу, и как только она закончится, процесс сделки пойдет дальше. Можно отправить клиенту материалы автоматически. Мы говорим, сейчас мы с вами пообщались, и как только я пришлю вам предложение, вы перейдете по ссылке, мы сразу же отправим вам что-то еще. Или, как только клиент заполнил какую-то форму, мы автоматом отправили ему материалы почитать. Это можно сделать автоматически, не привлекая менеджера. Ожидание реакции клиента. Тоже интересный кейс, когда вы делаете, например, e-mail рассылку и говорите, мы сейчас ждем, кто из этих клиентов, которым мы написали, проявит интерес, чтобы с ними точечно поработать, чтобы не на все 5000 клиентов сейчас звонки, прицеливаться звонками, а только с теми поговорить, кто более-менее теплый, горячий. Мы делаем такую рассылку и смотрим, кто перешел на наш сайт. И автоматически говорим менеджеру, смотри, вот тебе план, с кем ты будешь работать. Это те люди, которые отреагировали на нас. Добавление клиента в рекламной аудитории. Я про это немножко говорил, можно делать это автоматом. И есть еще один очень классный кейс, про который прям хочется сказать. Он вот здесь. Это генерация документов. Менеджер по продажам никогда не видел ни одного кейса, когда они любят работать с документами. Составить договор, составить коммерческое, чтобы так вот здорово поработать с несколькими листами файлов. Обычно нет, и это такая рутина, которая неприятна менеджерам. Ну и по сути, эту рутину можно переложить на CRM-систему, когда все документации генерируются автоматом, по кнопке. Вы заполнили реквизиты клиента, и вот у вас уже договор автоматически создан. Там нет человеческих факторов ошибки, никто не забыл стереть название предыдущей компании. Все создано, и все очень быстро. И вы полностью уверены, что этот процесс автоматизирован. Он быстрый, и легче убедить менеджеров, что CRM-система штука полезная, посмотрите, она же за вас работает. Вот один из самых популярных кейсов. Много возможностей у Bittrex 24, вот те, которые из коробки прям можно использовать. Там действительно очень много в вебинаре мы с вами сегодня не посмотрим, коллеги подскажут детальнее. Но куда еще стоит посмотреть, если у вас есть задача? У нас есть Bittrex 24 Market, в котором больше тысячи разных приложений, которые дополняют функционал. Эти приложения пишут партнеры, когда видят, что какого-то функционала, например, для этой отрасли или для какого-то кейса недостаточно. Они его дорабатывают и говорят, смотрите, можно вот так сделать. Это сократит вам время на разработку или просто даст возможность что-нибудь интересное поделать. Например, есть чат-боты. Там конструктор чат-ботов или чат-боты, которые работают внутри вашего портала или с вашими клиентами. Есть автоматизация. Прям большое количество приложений, которые позволяют очень разную автоматизацию достаточно быстро настроить. Есть шаблоны сайтов. Если вы занимаетесь действительно маркетингом, делайте шаблоны посадочных страниц или целых сайтов себе. Есть большое количество готовых шаблонов, которые красиво сверстаны и экономят вам время при запуске новых, например, рекламных кампаний. Взяли два блока, скорректировали текст и он уже красивый, хороший. Выбрали из того шаблона, который вам интересен и нужен. Это примерно вся информация, которую сегодня хотелось с вами поделиться. Чуть-чуть обобщая, мы сегодня поговорили про два больших блока. Первый блок – это привлечение клиентов из разных каналов. Каналы бывают, правда, разными. Отличаются они друг от друга и по стоимости, и по скорости, и потому платные ли они, или условно платные, прям совсем бесплатных каналов у нас нет. Сарафанное радио. Ну, об этом нужно задуматься, да, и тоже строить такой процесс внутри компании. Как подходить к этим каналам, мы рекомендации дали. Огромное спасибо Марии, которая детально рассказала, что можно делать и в какую сторону смотреть. Мы поделимся презентацией, поделимся сегодняшней записью. Во втором блоке мы посмотрели на CRM-систему, как CRM-система Bitrix24 помогает в процессе встречи клиента. Мы встретили клиента, провели его поворонки или сразу же закрыли на спонтанную покупку с помощью технологических инструментов. Взяли у него оплату, отлично, все уже готово. И в конце мы работаем с этой аудиторией, которая накопилась у нас. Мы не просто заново покупаем ее, не разбрасываемся с вами клиентами, мы заново формируем пол клиента, в котором мы можем совершить либо повторную продажу, либо зайти второй раз. Просто в прошлый раз не получилось. Давайте еще раз попробуем. Итак, вот два больших блока. Что с нами случится дальше? Самое главное, чтобы после этого вебинара у вас осталось несколько классных идей. Одна, две, три, сколько это получилось. И вы говорите, о, это классная идея, она подходит для моего бизнеса. Вот что я сегодня или завтра сделаю по-другому для того, чтобы стать лучше. Откуда брать такие идеи? Вы, во-первых, могли их записать сегодня на слух, сказали, это правильно, это для меня, и там на карандаш или в блокнот в электронном виде записали себе какую-то идею. Второй момент, можно поговорить с нашими партнерами, партнерами Bitrix24, которые круто знают систему, понимают, какие кейсы работают, какие кейсы система может закрыть и сделать вас намного сильнее, и поговорить с ними. Коллеги придут к вам чуть позже, чтобы спросить, был ли полезен вебинар и нашлись ли такие кейсы. Не стесняйтесь задавать им вопросы. У меня вот такой бизнес, может ли Bitrix24 мне помочь? Или как, был ли у вас опыт решения вот такой задачи? Как ее лучше решить для меня? Спрашивайте коллег смело, они на вопросы ответят, подскажут. У меня на сегодня все. Большое спасибо вам, надеюсь, было полезно. И я сейчас выведу на экран небольшой опрос, для того, чтобы вы сказали, было ли все правильно, полезно, круто, хорошо, или чего-то вам не хватило. Ответьте, пожалуйста. Ну и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok